Эх, сложна жизнь хулигана, когда РРЦ 290 рублей за 30 грамм. Просто нереально экстренное включение, дабы не проебать инфоповод. Я вернулся с Краснодара, где проходила суперинновационная презентация табака хулиган. И никто в онлайне еще не делал презентации хулиган. Это мое мнение. И мое мнение можно засунуть мне в жопу. Погнали! Получили мы вот такой вот презентационный бокс за то, что мы присутствовали на презентации. У меня таких бокса два на самом деле, потому что дава хитрый. И один бокс он уже скурил, чтобы стопроцентно пачка потекла. Чтобы стопроцентно уже быть уверенным в том, что из себя представляет табак хулиган. Потому что я его прокуривал еще когда был в Краснодаре по делам. Еще раз в Краснодаре и всегда заезжал в кальянную Нуахули. И там с ребятками прокуривали. Короче, что нас внутри ждет? Был дроп из трех вкусов. Это Турбо, это Рэп Роуз и это Хелфи. Хелфи потек, блядь. Что у нас здесь ждет в этом гайдбуке? Ну, конечно же, прикольный гайдбук. Ничего не сказать. Прям вот стильненький, стильненький. Такой вот эти все штучки, дрючки. Макс нарисовал, Макс все сделал. У нас здесь основа хулигана о бренде. Таймлайн истории бренда. Потребительские характеристики о табаке хулиган. Особенности табачного сырья. Технологии, ароматизаторы. Целевая аудитория. Маркетинг. Три столпа. Три столпа. Дизайн и айдентика бренда. Упаковка, пачки и блоки. Вкусно. Рекомендации по забивочке. Блядь, мы его передержали нахуй. Короче, давай быстро пройдемся. На самом деле, кто смотрел презентацию в онлайне, они примерно знают, что это такое. Что к чему и как и почему. Здесь все о бренде хулигана, группе компаний и все остальное. Вот это, вот это, вот это. Вот так. Давай. Ко вкусам, братан, поговорим о них. Нам вынесли там три вкуса по очереди, поэтому было достаточно много времени все это прокурить и, наверное, выявить какие-то субъективные качества данного продукта. Почему я говорю именно субъективные, а не хотелось бы сказать объективные? Я тебе объясню. Дело в том, что после презентации есть автопати, а есть сплетни пати. Так вот, сплетни пати было гораздо веселее, чем автопати. И все там делились о презентации и, конечно же, о продукте. Давай говорить. Обсуждались там такие темы, что вся эта презентация была детская. Типа, мы уже такие мастодонты, твою мать. Нам уже подавай серьезности. Нам подавай уже более, блядь, такой жесткости в презентациях. А не вот эти вот, все вот эти рисуночки, блядь, крылышки и хуилышки. Короче, разделилось все, блядь, на три ебучих мнения. И все эти три ебучих мнения могут нихуево залететь мне в жопу. Короче, смотрим. Первый кальян был рэп-роуз. Я бы, конечно, хотел... Давайте я сделаю вот так. Я сейчас все это скажу субъективно, а потом мы черпанем немного информации из плетни пати, да? Погнали. По моему мнению, рэп-роуз мне не очень понравился. Я не очень такой прям любитель розы, но малина немного спасала. Рэп-роуз это у нас здесь малина, розовый лимонад. Если быть точнее, как такового лимонада я здесь не почувствовал. Я почувствовал приторность розы и хорошую такую нотку малины, за что этот вкус мне 50-50 понравился. Да, но роза меня от этого вкуса оттолкнула. Далее у нас был вкус турбо. Вроде бы, блядь, вкус из детства. Ностальжи, блядь. Олдскулы должно было свистеть от этого вкуса. Это у нас арбузно-дынная жвачка. То есть, по факту, арбуз дыня. Даже если брать микс арбуз дыня, то это уже олдскул. Это уже, блядь, флешбеки. Вкус прикольный, сладкий. Но, по моему мнению, из четырех кальянов, которые я разных прокуривал на презентации, немного вот ацетонило. И немного вот был такой привкус растворителя. Конечно же, конечно же, для кого-то детство связано именно с растворителем и вдыханием паров ацетона. Кто таким занимался, флешбекнитесь прям нихуёво. Главное, не улететь до конца. Вкус прикольный. Но, конечно же, я говорю то, что ацетонит. И вот немного, блядь, растворителя отдаёт. Это связано с тем, что я курил его на самом старте. Потом, конечно же, чуть попозже я подходил и прокуривал. Это всё испарило. Всё это легко. Очень можно сказать, что табак полноценно не отрежался. И всё. То есть, просто перетерпейте пять минут. И будет всё окей со вкусом. Потому что это у многих производителей. У кого есть, блядь, дыня и арбуз, блядь. Вот, сука, реально я тебе скажу. Дыня и арбуз, это просто, блядь, ацетонный краситель. То есть, прям реально сложно сделать охуенную дыню и арбуз, чтобы она, сука, не ацетонила первые две-три минуты. Но в турбо всё окей. Как бы нормально залетело. Прокурили и так далее. Healthy. Healthy, блядь. Healthy. Healthy. Я люблю говорить так, как есть. Короче, это у нас здесь имбирь. Я сейчас точно скажу. Лимон-имбирь. Этот вкус я ещё прокурил тогда, когда, наверное, не было вот такой вот пачки. И я курил тестник. И мне пизда как понравилось. Просто имбирь был тогда охуенный. Я, конечно же, чувак зашаренный, ребят. Я, конечно же, понимаю о том, что, блядь, масс-маркет это вообще абсолютно другая реальность. И иногда я думаю, блядь, пизду нахуй прокуривать тестовые вариации продукта. Потому что думаешь, ебать, охуенно. А когда выходит масс-маркет и такой, блядь, нахуй я курил, наверное, бы масс-маркет мне понравился. Это то же самое, что вначале прочитать книгу, а потом посмотреть фильм по этой книге. Я тебе примерно так объясню. Но с Healthy получилось всё иначе. В масс-маркете в этих пачках он оказался ещё пизже. Почему? Потому что подкрутили, как мне кажется, лимона, но имбирь остался таким же охуенным. А вот лимона добавили, и поэтому получился лимонно-имбирный чай, я бы так сказал, очень здоровенский. Мне очень понравилось. Теперь возвращаемся к мнению сплетни пати. Рэп-розалупа хуйня, блядь, в пизду. Турбо, ну блядь, не знаю, нихуя не похоже на Турбо. Healthy прикольно, но имбирь отстой. Вот тут примерно вот так. Короче, как я изначально говорил о том, что, блядь, как бы ты не накрыл стол, блядь, какие бы ты не предоставил условия на свадьбе, сука, половина родни будет недовольна, блядь. Её будут критиковать и засирать. То же самое, почему критиковать и засирать? Потому что твоя свадьба была намного пищей, чем их свадьба. И их это грызёт. Поэтому там было очень много производителей разной продукции. И они такие типа а-ля курили хулиган табака и понимали, блядь, чё этот за сукин сын сделал продукт гораздо пизже нашего. Надо бы на сплетни пати сказать, что получилась залупа и презентация вообще детская хуйня. Примерно вот так. Короче, моё мнение по этому продукту я желаю Сане, блядь, прям вот всему, блядь, ну а групп стрельнуть с этим продуктом. А скоро нас ждёт ещё дроп из двух вкусов. Ну, короче, по моему мнению, я вот выделю вот так, а вот это вот уберу. Почему? Ну, я не любитель розы, и это моё субъективное мнение. Поэтому вот так вот, ребяточки, я вам скажу. Но у меня что ещё, не только меня, думаю, многих оттолкнёт, что РРЦ-шка за 30 грамм 290 рублей. Моё мнение, ждём дальше, это лишь первый дроп, это лишь, это по факту, блядь, технический продукт. И кого напрягает цена, мне как бы, блядь, ну да, все хотят попробовать, но до многих это дорого. Поэтому, как только ко мне придёт полноценный блогер-бокс, мы его с вами разыграем. Ладно, братишка, всё, пока-пока, обнял. Это моё мнение, и пойду я засуну себе его в жопу. Субтитры сделал DimaTorzok